Добрый вечер в эфире информационный выпуск Амши Кшара. Указом президента Абхазии Аслана Бжаня, министром туризма Республики Абхазия назначен Таймураз Хиш. Сегодня президент Аслан Бжаня также подписал указ о назначении заместителем руководителя администрации президента Джансуха Нанба. Кроме того, указом главы государства генерал-лейтенант Зураб Маргани освобожден от должности председателя службы государственной безопасности в связи с переводом на государственную гражданскую службу. Временное исполнение обязанностей председателя СГБ возложено на генерал-майора Владимира Арлан. Следующим указом президента, исполняющим обязанности главы администрации Ткварчалского района, назначенный Сидор Дочча. В соответствии с Конституционным законом о выборах депутатов Народного собрания Парламента Республики Абхазия Центральной избирательной комиссии назначены повторные выборы депутатов Народного собрания по Кындлхскому избирательному округу номер 31, Гудаутскому избирательному округу номер 18, Бзыбскому избирательному округу номер 10 и Отхарскому избирательному округу номер 14. Выборы состоятся 12 июля 2020 года. Сегодня премьер-министр Александр Анква провел совещание с вице-премьером и министром экономики Кристиной Узган и министром финансов Владимиром Делбо. Встреча была посвящена вопросам исполнения бюджета и общего экономического состояния в республике. Вице-премьер-министр финансов Владимир Делбо сообщил, что при тесном и скоординированном взаимодействии с налоговым и таможенным органами страны в первую декаду мая удалось мобилизовать 80 миллионов рублей в виде налоговых и таможенных поступлений. Именно это позволило приступить к поэтапному оказанию финпомощи местным бюджетам для выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы. По сообщению Владимира Делбо, Минфин на данный момент готовится к очередному этапу выплат заработной платы сотрудникам сфер здравоохранения и образования в объеме 50 миллионов рублей. Делбо добавил, что в связи со сложившейся ситуацией были предоставлены сопережением межбюджетной дотации пенсионному фонду и бюджету Гагарского района, исходя из фактической потребности в расходах. Он также сообщил, что текущая задолженность по налоговым платежам за апрель увеличилась на 157 миллионов рублей. Вице-премьер-министр экономики Кристина Осган проинформировала, что Министерство экономики приступило к анализу текущей ситуации в отраслях экономики с целью определения изменений в структуре экономики, вызванных тяжелым социально-экономическим положением и выработки мер по мобилизации имеющихся ресурсов. В завершении рабочей встречи премьер-министр Александр Ангва поручил наладить взаимодействие экономического блока правительства с целью координации действий по упреждению возможных неблагоприятных экономических последствий. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Премьер-министр Александр Ангва провел совещание по вопросам регулирования мер против пандемии коронавируса, на котором была обсуждена ситуация с COVID-19, результаты действующих до 15 мая ограничительных мер, вопросы организации пребывания на карантине студентов из военных российских вузов, материально-технического и медикаментозного обеспечения Гудаутской районной больницы. Также обсуждалась возможность принятия решения о смягчении ограничительных мер внутри страны. В рамках совещания, кроме того, были затронуты вопросы текущего состояния экономики и приоритетов бюджетной политики. По итогам совещания будут вынесены соответствующие предложения на заседание Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, которое планируется провести 14 мая. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает, что за прошедшие сутки тестирования прошли 39 человек. У троих из них диагноз коронавирус был подтвержден. В ближайшее время они будут отправлены в Гудаутский госпиталь. Вновь выявлены трое больных – студенты российских вузов, которые недавно вернулись на родину и пребывали на карантине в гостинице «Айтар». У семерых пациентов, ранее стационированных в Гудаутский госпиталь, состояние прежнее, без отрицательной динамики. Всем пациентам продолжают проводить соответствующую терапию. На сегодняшний день в гостинице «Айтар» в городе Сухум на карантине находятся 256 граждан, вернувшихся из-за рубежа, из которых 216 курсантов, обучающихся в военных учебных заведениях Российской Федерации. Сегодня во всем мире отмечается Международный день медицинских сестер. С профессиональным праздником сестер милосердия Абхазии поздравил премьер-министр Александр Анква. Здоровье – главное богатство. Без него невозможно полноценная счастливая жизнь людей. Не случайно ваша служба является важной частью системы здравоохранения. На плечи медицинских сестер ложится огромная работа по уходу за больными. Именно вы выполняете все назначения врача. От вашей квалификации добросовестного отношения к обязанностям, душевной теплоты и готовности переносить трудности зависит здоровье человека. Милосердие – ключевая составляющая одной из самых гуманных профессий, которую вы избрали и которой верно служите. Отмечается, в частности, в поздравлении главы правительства. Александр Анква выразил уверенность, что сейчас, когда мир переживает опасную пандемию коронавируса, с помощью медперсонала, который снова на переднем крае борьбы, эта проблема будет преодолена. Проблемы экономических убытков, вызванных пандемией, коронавируса обсудили сегодня в Общественной палате республики. До встречи приняли участие представители бизнес-сообщества страны. Репортаж Алики Трапш. Спрогнозировать экономический ущерб от пандемии коронавируса в точности невозможно. Но нельзя не заметить удар вируса по всей мировой экономике. В Абхазии, как и во многих странах, последствия коронавируса первыми на себе ощутили представители среднего и малого бизнеса. В ходе встречи некоторые предприниматели отмечали, что не все введенные в стране ограничительные меры были целесообразны. Кроме того, между бизнесом и государством не был выстроен диалог, в связи с чем предприниматель один на один остался со своей проблемой. Единственное, чем может государство помочь сегодня, понятно, что кредитов дать, ну, денег нет. Вот эти ввозные, ввозной НДС, еще какие-то платежи на границе, скорее всего, надо либо отсрочить, либо вообще отменить на это время. Наше предложение такое, скорее всего, в этих данных условиях мы понимаем, что мы не соберем тех денег, которые должны были собрать, да, то, что заложено в бюджет, мы точно не соберем. Может быть, вот это как бы наше обращение к руководству страны, может быть, в данных условиях как раз-таки есть смысл пересмотреть полностью налогообложение страны, то есть перейти на какую-то другую систему налогообложения. То есть, может быть, это будет какой-то там, не знаю, налог с оборотом, может, это будет налог с продаж. Ну, в мире очень много из примеров. Для ведения любого бизнеса нужны комфортные условия. Но, по словам предпринимателей, ввозной НДС в условиях Абхазии – тяжелая ноша для бизнеса, так как они вынуждены оплатить НДС на этапе ввоза товара на границе. Предприниматели пытаются решить этот вопрос на протяжении нескольких лет. Четыре года мы ходим в парламент для того, чтобы исправить этот закон. Все понимают, что он, этот закон, не годится. Я уже ни одного экономиста в Абхазии не знаю, который бы сказал и сказал, что да, это правильно. То есть все понимают, что это неправильно. Это большая ошибка, которую надо исправить. Да, слава богу, предовольственники освобождены от этого НДС. Ну, а есть другая группа товаров, которая не менее важна. Вот перед этим закрылся огромный магазин «Зетострой» работало столько лет. Один из основных поставщиков цемента, стройматериала. Там работало 57 человек. Вот представьте себе, мы закрылись. Во-первых, нет стройматериала в республике поставки. Во-вторых, такое количество людей осталось без работы. На предприятии пивоваренного завода «Сухумский» работают 120 человек, и все они получают достойную заработную плату. В планах у руководства завода реализовывать выпускаемую продукцию и на внешнем рынке. Но для этого нужны немалые оборотные средства, которых у предприятия нет. У нас сейчас идет реконструкция завода. Мы вот сегодня, вот прямо сейчас я получил смс, у нас продукт грузится, оборудование из Чехии. И они ждут поступления денег. А мы не можем эти деньги перечислить, понимаете? То есть мы выглядим перед своими партнерами несолидно, из-за того, что мы не можем выполнить свои обязательства. Я считаю, что производителям надо оказывать очень существенную помощь, поддержку. Это и налоговые поступления, и занятость населения. Во-первых, когда к нам приезжает, мы же курортная страна, правильно? Мы хотим гордиться своей продукцией. Корзина отдыхающих – это местные продукты, наши местные напитки. Хочется предложить что-то качественное, красивое. А для этого, естественно, надо работать и работать. Я надеюсь, что этот диалог у нас состоится, я имею в виду, с руководством страны. Они нас поддержат. По мнению членов общественной палаты и предпринимателей Абисалома-Кварча, чтобы поддержать бизнес, стоит организовать льготное кредитование под 6-8% годовых. Мы своими силами формируем максимум 40% нашего бюджета. Остальное все – внешняя помощь. Поэтому мы все смотрим наружу, внутри как бы особо внимания не обращаем. Пока мы это не переломаем, понимаете, мы должны рассчитывать только на себя, на свои возможности. Вы видите, как все стремительно меняется, какие риски нас ждут, что у нас дальше ждет, никто не знает. Поэтому нам нужно немножко перестроиться, делать именно на наш потенциал. Вы правильно говорите, у нас потенциал есть, и человеческий потенциал есть, ресурсный потенциал есть. Только его надо направить в русло, правильно подойти. Туризм – главная бюджета, образующая отрасль Абхазии. Обычно первые массовые заезды туристов в республику начинались в мае. Но сейчас из-за коронавируса граница с Россией закрыта. И когда откроется – неизвестно. По прогнозам, ряд европейских стран готовы открыть свои границы для туристов к концу июля-началу августа. Абхазия же напрямую зависит от той логистики, которую выстраивает Россия, отметил президент гильдии ательера в Абхазии Астамур Ахба. Сейчас вы знаете отдельные поручения Путина, чтобы занялись законопроектами, вообще какие-то ресурсы выделены на развитие внутреннего туризма. Но при открытии и возобновлении внутреннего туризма, мы также, как бы мы ни кричали и как бы мы ни пугали свой народ, автоматически мы также должны принять меры для того, чтобы границу открыть и также привлечь тех туристов, которые мы можем привлечь. По нашим прогнозам, если турист один отдыхал 8 дней, то в этом году вы можете отдыхать и 15-16 дней. Но это не означает, что от этого экономический взрыв произойдет, но турист приедет к нам очень бедный. Президент Абхазского союза туризма Анна Калягина считает, что нужно уже сейчас быть готовым к тому, что если завтра откроют границу, организовать все необходимые мероприятия по защите от коронавируса как туристов, так и обслуживающего их персонала. В завершении заседания общественной палаты было принято решение создать специальную комиссию, куда войдут предприниматели и члены палаты, чтобы доносить скоординированную позицию до руководства страны. Александр Ангваб встретился с представителями общественной благотворительной организации «Панорама». Были обсуждены инструменты социальной поддержки детей в рамках деятельности негосударственных организаций республики. Представители «Панорамы» рассказали главе правительства о личном опыте оказания разносторонней поддержки несовершеннолетним гражданам, нуждающимся в социальном сопровождении на текущем проекте «Центре дневного пребывания для детей и семей», находящихся под патронажем социальных служб. Премьер-министр Александр Ангваб отметил, что социальная защита и поддержка детей и подростков являются важной деятельностью, и поэтому правительство и ведомство готовы взаимодействовать с благотворительными организациями и осуществлять поддержку на разных этапах реализации социальных проектов. 12 мая 1917 года родился великий абхазский поэт и писатель, автор множества произведений, вошедших в Золотой фонд абхазской литературы, общественный и государственный деятель, кавалер ордена Ахзапша первой степени, Баграт Шенкуба. В день рождения поэта к его могиле пришли поклониться абхазские поэты и писатели, учителя средних школ столицы. Вице-президент республики Бадра Гунба, первый вице-премьер Веслан Джопа, исполняющий обязанности культуры Эльвира Арсаля. Репортаж в Угуце в Ардане. Субтитры создавал DimaTorzok 103 года назад в нашей стране родился человек, чьи произведения вошли в Золотой фонд абхазской литературы и были переведены на множество языков мира. А одним из своих творений он навсегда возвел памятник одному из исчезнувших народов. Еще в юности Баграт Шенкуба писал, что если упадет одна звезда, на ее месте засеяет другая, и все-таки звезды не будут светить одинаково. Абхазские писатели и поэты уверены, что на небосклоне абхазской поэзии из века в век ярчайшей будет звезда Баграта Шенкуба. Если Баграт Шенкуба написал бы только один единственный роман, последний из ушедших, он бы уже навсегда заслужил народную любовь. На счету выдающегося абхазского поэта и писателя множество сборников и стихов, оказавших огромное влияние на развитие национальной литературы. Именно с его именем связано появление нового жанра в абхазской поэзии и романах в стихах «Мои земляки», «Песень о скале», «Сверель», «Рица» эти и многие другие известные произведения вошли в Золотой фонд абхазской литературы. Сахимары саштырцы, чаханым көшіс нылапшид, ексигым көсталарцы, бізе бірік сүкванатан, сүжен тарсы сылатан, сүйіне сүбіне сүваратай, сүгіргіл түші қытран, а біз шахам жүрдәт сүднәцейд, ешчатқып көстылыжан, дунеғы сүкінәцейд, ағурыцас күліршан, а біз сүрай тасчичума, сүрай түші қытран, а біз сүрай түші қытран, а біз сүрай түші қытран, а біз сүрай түші қытран. Чтобы вспомнить о творчестве Баграта Шымба и почтить его память, ежегодно в день рождения поэта и писателя у памятника на набережной Сухума собираются жители столицы, учащиеся школ, абхазские поэты и писатели, члены семьи Баграта Васильевича. Азхазы күлірші қытран, а біз сүрай түші қытран, а біз сүрай түші қытран. Благодарить хочу всех, кто пришел, вспомнил о моем отце, руководство, вице-президент здесь был, министр культуры и так далее. Многие здесь были руководство. Единственное, обычно в этот день всегда приходили дети с первой школы именем его и читали его стихи. Но мы попросили их в этом году неделю, учитывая вот эти все обстоятельства, которые сложились. В этом году учащиеся школ не присутствовали на мероприятии. Однако почтить память выдающегося абхазского писателя пришли учителя. Педагог первой абхазской средней школы имени Баграта Шымба Людмила Ануа написала стихотворение, посвященное народному поэту. Педагог первой школы имени Баграта Шымба Людмила Ануа «Баграт Шымба – один из немногих писателей, занимавшихся переводами произведений зарубежных авторов на абхазский язык. Благодаря ему на художественном абхазском языке заговорили герои Александра Пушкина, Йогана Гьотте, Джорджа Байрона и многих других. Кроме того, Баграт Шымба известен как историк, лингвист, исследователь абхазо-адыгских языков и истории абхазо-адыгских народов. Памятник выдающемуся абхазскому писателю и поэту возведен на его могиле. Один из авторов скульптуры – художник Нукзар Логуа. Здесь захоронен сам поэт, поэтому надо было все эти нюансы, кажущиеся простые, казалось бы, вещи, они оказывали свое влияние и надо было содержательно делать так, чтобы это было местом для торжественных встреч тоже и так далее. Ну, я думаю, и с точки зрения архитектуры, и с точки зрения формы, подачи, неплохо решена задача. Любимому народом поэту, общественному и государственному деятелю, народному писателю Кабардино-Балкарии, кавалеру Ордена Айхтавша первой степени, 12 мая исполнилось бы 103 года. Кугу Савардани, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Мероприятия в связи с празднованием 75-летия Владислава Арзенба перенесены на осень. Такое решение было принято единогласно на втором заседании юбилейной комиссии. Подобные незапланированные меры продиктованы нынешней эпидемиологической обстановкой в республике и в мире. Однако в сам день рождения первого президента Абхазии 14 мая у его мемориала в селе Нижняя Шера состоится возложение венков, в котором примут участие ограниченное количество представителей руководства страны. Подробности в репортаже Амелия Бисмарк. На втором заседании комиссии по подготовке к празднованию юбилея Владислава Арзенба был обозначен конкретный список памятных мероприятий, которые будут проведены осенью. Так, по причине развития ситуации с коронавирусом, будет перенесено запланированное на 14 мая торжественное заседание, посвященное 75-летию первого президента Абхазии. Но в день рождения Владислава Григорьевича все же решено провести памятную акцию у мемориала в Ишере с привлечением минимального количества людей. Единогласно мы все пришли к тому, что необходимо торжественные мероприятия, связанные с юбилеем Владислава, перенести на осень. Поэтому мы решили, представители власти, первые лица государства, они возложат цветы в мемориала Владислава Григорьевича. И этим ограничимся этот день. На фоне отмены массовых мероприятий еще большее значение приобретает необходимость своевременного и полного освещения юбилейной даты в СМИ. В 14 мая Абхазской государственной телерадиокомпании поручено организовать специальную сетку вещания, посвященную Дню рождения Владислава Арзенба. В ее состав включены ряд передач о первом президенте. Были учтены многие высказывания самих телевизионщиков, руководителей, телекомпаний и так далее. Ну, как всегда, опыт у телевидения есть. 70-летие, 5 лет назад отмечали, материалы имеются. Теперь, значит, обновить, освежить все эти материалы. И в этот день организовать специальную передачу, посвященную юбилейной дате. К 14 мая 2020 года планировалось открытие памятника первому президенту Абхазии. Однако данное событие не состоится по ряду объективных причин. В том числе и в связи с распространением коронавируса. Члены юбилейной комиссии приняли решение продлить сроки объявленного ранее монументального конкурса на лучший проект памятника. Одна из самых главных рекомендаций была продлить сроки объявленного ранее конкурса на проведение лучшего эскизного проекта памятника первого президента. И, предположительно, сроки сдвинуть до конца года, чтобы участники этого конкурса могли представить эскизный проект, его архитектурно-пространственное решение. На осень перенесена и международная научно-практическая конференция, приуроченная к юбилею Владислава Ардзенба. Остальные мероприятия, по случаю указанной высшей даты, по возможности будут организованы удаленно. Все, что можно реализовать, все проекты, которые можно реализовать в удаленном доступе, это и видеоэкскурсии, и какие-то анонсы, показы фильмов, чтения. Все, что можно в информационном пространстве реализовать, конечно, оно будет реализовано. Кроме того, до конца года в СМИ будут активно публиковаться материалы, отражающие события жизни и значимость личности первого президента Абхазии. Амелия Бисмарк, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Фонд первого президента Абхазии к 75-летию Владислава Ардзенба издал сборник под названием «Пришел из Эшер». В издание вошли статьи о нем, опубликовавшиеся в разное время в различных журналах и газетах, теперь малодоступных. Редактор сборника Светлана Джергения, составитель Люна Ардзенба, корректор Анна Киропян. Ушел из жизни кавалер Ордена Леона доброволец из Кабарды Ильяс Шарданов. Во время Отечественной войны народ Абхазии Ильяс вместе со своими родными братьями Зауром и Тимуром были одними из тех, кто первыми откликнулся и пришел на помощь абхазскому народу в борьбе с врагом. Старший брат Ильяса Заур погиб в феврале 1993 года в боях в селе Меркула. Заур Шарданов также награжден Орденом Леона посмертно. В связи с неожиданной кончиной Ильяса Шарданова работники штаба Конфедерации народов Кавказа в городе Гудаута 1992-1993 годов приносят глубокие соболезнования семье и близким. Имя Ильяса Шарданова навсегда останется в истории и памяти абхазского народа в ряду имен, сложивших свои головы за свободу и независимость Абхазии. Отмечается в частности в соболезновании. Сейчас в нашем выпуске время оперативной сводки Министерства внутренних дел. Сотрудники Управления уголовного розыска и специального отряда быстрого реагирования Министерства внутренних дел Абхазии совместно с сотрудниками Службы государственной безопасности Республики Абхазия реализовали разрабатываемую оперативную информацию. В результате чего 11 мая текущего года в одной из квартир многоэтажного дома по улице Картозия в новом районе города Сухом обнаружен схрон оружия и боеприпасов. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов изъяли несколько тысяч патрон различного калибра и образца, укомплектованные в заводскую тару и упаковки, а также россыпью, пересчитанные и распределенные в пластиковые баллоны и коробки. Взрывчатое вещество и взрывотехнические элементы, ручные гранаты и запалы, ручные противотанковые гранатометы и выстрелы к ним, ручные пулеметы и пулеметные короба с лентами, снаряженными патронами. Также обнаружены разгрузочные жилеты, укомплектованные боеприпасами, приборы бесшумной, беспламенной стрельбы, десятки стволов огнестрельного автоматического оружия отечественного и импортного производства, упакованные в полиэтиленовые пакеты и ткань. В ручном чемодане изъяты пистолеты в наборах и без маркированной тары. Оружие и боеприпасы направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Республики Абхазия, где баллистики определят полные тактико-технические характеристики и боеспособность каждого изъятого предмета. 11 мая у берегов Абхазии была поймана рыба-белуга, которая внесена в Красную книгу. Кроме того, рыбаки поймали еще семь камбал, улов которых запрещен с 1 по 15 мая. Нарушители закона и правил рыболовства были найдены и оштрафованы. Об этом нам сообщили в Государственном комитете по экологии. Было установлено, что данный факт промысла является браконьерским, незаконным, так как, в частности, белуга – это особо ценная порода рыб, промысел которой на территории Республики в территориальных водах запрещен. В том числе камбала, которая была выловлена, она тоже была незаконно выловлена, потому что была добыта в тот период времени с 1 мая по 15 мая существует запрет на промысел Камбал и Калкан в связи с тем, что в этот период она не рестится. Сумма штрафа согласно административному кодексу за нарушение правил рыболовства составляет 1800 рублей, это максимум, согласно действующему законодательству. Помимо этого мы, согласно принятым таксам за нанесенный ущерб, высчитали ущерб окружающей среде биоресурсам отдельно на Камбалу за каждый экземпляр, там их было 7 штук, по 900 рублей за каждый. И за Белугу была определена сумма в размере максимально 18 тысяч рублей. Общая сумма штрафа из-за нанесенного ущерба составила на сегодняшний день 26 100 рублей. Значит, сегодня, 12 мая, постановление об административном взыскании штрафа и возмещении ущерба нарушителям было вручено, после чего они оплатили, значит, соответственно, в банке. Помимо этого, значит, помимо штрафных санкций, мы соответствующий материал передали в экологическую прокуратуру для дальнейшего рассмотрения и принятия решений. Завтра состоится заседание сессии Народного собрания парламента Абхазии. Два вопроса повестки дня касаются избрания на должность судей Верховного суда Джимала Гоги и Оксаны Пилия. Депутаты заслушают отчет о работе депутатской комиссии по проверке работы паспорта визовой службы МВД. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра на территории Абхазии ожидается переменная облачность, днем, временами дождь, местами, возможно, гроза, к вечеру погода прояснится. Температура воздуха ночью 11-16, днем 18-23 градуса, температура морской воды 15 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин